Дорогие друзья, здравствуйте. Очень рады видеть всех снова в уютном вебинар-чате и вебинар-компании портала «Приан.ру. Недвижимость за рубежом». Сегодня очередной вебинар, 22 апреля 2020 года. Через несколько месяцев будем эти дни вспоминать кто-то с ужасом, кто-то с улыбкой. Ну а сейчас что есть, то есть. Общение в таком формате самое то, что нужно и то, что возможно. Тематика у нас сегодня будет в меньшей степени инвестиционная, в большей степени иммиграционная. Мы будем говорить о программе постоянного вида жительства на Мальче. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала «Приан.ру» и с удовольствием представляю нашего эксперта, сегодняшнюю мою собеседницу. Это руководитель офиса на Мальче компании «Иммигрант Инвест» Виктория Атанасова. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Вообще, как вы помните, кто смотрит наши вебинары с той или иной регулярностью, наверняка заметил, что по иммиграции мы делаем сейчас сразу несколько вебинаров. И именно с компанией «Иммигрант Инвест» мы проводим уже четвертый вебинар. И о Мальте мы, в общем-то, уже говорили. Но говорили о куда более известной программе, которая более на слуху, о программе гражданства. В чате, который, кстати, уже начал работать и в котором вы можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии экспертам компании «Иммигрант Инвест», мы сейчас еще разместим ссылку на тот вебинар, поскольку программа гражданства Мальты, она, как я уже сказал, она более на слуху и она более-менее известна, да, скажем так. Там есть свои нюансы, которые мы, собственно, с экспертами обсудили. Но вот программа постоянного вида нажительства, она чуть менее известна, я бы даже сказал, ну, в десятки раз, может быть, менее известна, хотя здесь параметры очень трудно каким-то образом фиксировать, там, почему в 10, а не в 12 раз, ну, назвал с каталка такую цифру, и ладно. И вот сейчас с Викторией мы как раз будем говорить про эту программу, кому она нужна, какие возможности она открывает для переезда, у школы переезд, тема сейчас, к счастью, или, к сожалению, более-более всех интересует. Итак, давайте буквально в двух словах начнем с презентации компании «Иммигрант Инвест». Пожалуйста, Виктория, кто вы и как вы работаете, в том числе, на мальчиках. Да, еще раз всем здравствуйте. Наша компания называется «Иммигрант Инвест». Мы юридическая компания, которая с 2006 года помогает семьям состоятельных людей получить второе гражданство, да, или вид на жительство за инвестиции, то есть работаем по официальным государственным инвестиционным программам. У нас есть лицензии по всем действующим государственным программам, как карибским, так и европейским. Мы сотрудничаем с правительствами Мальты, Кипра, Португалии, да, если говорим о Европе. Если говорим о Карибах, то это Гренада, Сент-Кициневи, Сент-Тигоя-Барбуда, Сент-Люсия, Доминика, Вануату, Молдовы еще у нас есть. Офисы у нас расположены в шести странах мира. В штате у нас работают все дипломированные юристы, адвокаты, либо сертифицированные агенты по недвижимости, facility management. Поэтому мы, в общем-то, стараемся предоставлять все услуги от и до, ведем за руку от начала, от первой консультации и до получения гражданства и видоножительства, и, соответственно, если требуется, далее до возврата инвестиций. Ну, пару слов о некоторых наших департаментах. Это департамент, который, я считаю, важно отметить, compliance, да, department, где у нас работает сертифицированный compliance anti-money laundering officer, да, и это как никогда важно именно вот на Мальте в контексте мальтийских программ, потому что, ну, и, в принципе, и карибских тоже, поскольку на Мальте проводится достаточно строгий due diligence, и мы благодаря тому, что самостоятельно проводим тоже проверки, да, всех наших клиентов еще до заключения договора, у нас вот есть возможность, соответственно, оценить, насколько далее возможно клиенту пройти эту программу и, соответственно, снизить риск практически до нуля. У нас риск, точнее, процент отказов 1%, во многом благодаря как раз-таки вот этому департаменту. Отлично. Но, Виктория, давайте теперь переместимся на Мальту. Как я понимаю, вы сейчас прямо на Мальте и находитесь. Как там, кстати, у вас на Мальте сейчас? Тихо, спокойно, тепло? Да, я сейчас на Мальте, все верно. У нас достаточно спокойная обстановка, вот я могу точно это сказать, несмотря на то, что, конечно же, пандемия и нас тоже зацепила, и там, да, закрыты пока границы, как мы знаем. Но, что касается внутри страны, довольно-таки низкая статистика там заболеваний, и погода очень хорошая, ну, есть некоторые ограничения, да, как можно выходить гулять, куда можно идти, куда нет, закрыты некоторые там, ну, все рестораны. Но, в целом, по сравнению с остальной Европой, все вот дают оценку о том, что достаточно позитивная атмосфера. Ну, давайте теперь поговорим, собственно, о... Начнем именно вот с мальтийской программы, связанной не с гражданством, а с ПМЖ. Покажу мой любимый кадр нашей презентации, которую я видел. Ну, вот этот у меня кадр даже смешит, да, вот немножечко. Здесь без масштабного увеличения невозможно ничего сделать. В Мальте это крохотное-крохотное пятнышко к югу и так далее, да. Ну, вот если лупу поднести, то остров сверху будет выглядеть примерно так. Давайте в двух словах... Дара, да, пожалуйста. Да, действительно, я вот хотела поддержать. Действительно маленькое очень государство, площадь всего лишь 316 квадратных метров, да, это не так много. Население меньше полумиллиона человек. И, в принципе, вот здесь видно, что... Ну, в принципе, да, видно на этом приближении, что Мальта состоит из нескольких островов, да. Самый крупный – это как раз-таки остров Мальта. Там в центре рядышком находится маленький остров Камина и чуть-чуть покрупнее остров Гоза, да. Мы еще к этому кадру вернемся, вот если покрупнее... Такой, да. Да, и остров Гоза. Ну, конечно же, в основном все проживают на Мальте. Здесь самая такая движуха, да, по сравнению, например, с соседним островом Гоза. Больше инфраструктуры, более интересные там объекты недвижимости, о которых мы поговорим. Вот так вот. Вот, в принципе, ну, как вы видите, да, находится к югу от Сицилии. Что касается именно самой экономической, да, политической ситуации, то экономика здесь развита. Это, ну, Мальтийские острова – одни из лучших безопасных государств для жизни и работы, как раз-таки за счет того, что здесь процветающая экономика. В разных сферах хорошее здравоохранение, система здравоохранения, хорошее воздушное сообщение. То есть, несмотря на то, что, в принципе, мы так оторваны немножко от мира, да, но, тем не менее, проблем с путешествиями, перемещениями нет. Ну, давайте теперь перейдем уже, собственно, к программе «Постоянное вид на жительство» Мальтийской. И в двух словах вообще, ну, вот слова ВНЖ и гражданство, они чаще всего фигурируют в подобного рода общениях. А вот «Постоянный вид на жительство» или «ПМЖ» – терминология менее знакомая в двух словах. Вот «ПМЖ» – это что такое? Это промежуточная стадия, и как ее надо воспринимать потенциальным эмигрантам? Что такое «ПМЖ»? «ПМЖ» расшифровывается как «Постоянный вид на жительство». В отличие от обычного вида на жительство, карта выдается сразу на пять лет. То есть, если мы, например, посмотрим на программу «Португалии», да, где она именно называется «Вид на жительство». Почему? Потому что карта выдается там либо на один, либо два года, ее нужно периодически продлевать, да, и только через пять лет можно как раз-таки получить тот самый «ПМЖ», который здесь на Мальте выдается сразу при первом получении. Здесь не нужно проходить вот эти все этапы. Вот, собственно, что такое «Постоянный вид на жительство». Статус, в отличие от самой карты, выдается на всю жизнь, то есть статус у вас подтверждается сертификатом, сертификат о регистрации, он выдается правительством, действует всю жизнь, подтверждает о том, что вы инвестор, да, выполнили все условия, прошли проверку, имеете теперь статус «ПМЖ». Но саму карту надо продлевать каждые пять лет. Окей, давайте тогда начнем с базовых условий, что нужно сделать инвестору для того, чтобы претендовать на статус «Постоянное место жительства» на Мальте. Пожалуйста. Да, ну, еще раз, когда появилась программа, она была разработана в 2015 году с изменением в 2017, то есть действует она уже достаточно давно, много заявителей уже прошло через нее по всему миру. Общая сумма инвестиций, как у нас написано, да, здесь, от 250 тысяч евро. Из чего она складывается? Значит, есть несколько ряд условий, которые нужно выполнить инвестору все одновременно. Первое – это оплата административного взноса, который составляет 30 тысяч евро. Второе – это купить или арендовать недвижимость, да, по суммам покупка от 270, аренда от 12 тысяч евро в год. И необходимо это выполнять на протяжении пяти лет. И третье, вот как указано, да, это купить, приобрести мальтийские ценные бумаги. Это могут быть гособлигации, это могут быть обычные корпоративные облигации, ценные бумаги, акции. И в опции финансирования попозже, да, скажу. Окей, давайте тогда вот просто по пунктам. Итак, вы сказали, административный сбор – 30 тысяч евро. В какой момент я должен его оплачивать? Кому? И вот как это можно сделать удаленно, если это удаленно можно сделать? Да, административный взнос, вот все из того, что перечислено, не нужно выполнять, приезжая на Мальту, сразу забегая вперед, то есть все можно выполнять удаленно. Административный взнос платится с личного счета клиента, основного заявителя, как я сказала, 30 тысяч, он разбит на две части. Первая часть – 5500 – оплачивается при подаче документов, да, еще только на проверку, и 24500 – уже после одобрения. Чуть-чуть давайте перед тем, как вот еще продолжить ответ на этот вопрос, забыл все-таки важный момент. Мы говорим о получении ПМЖ для всей семьи, вот кто может претендовать по этой программе, и как вот эта сумма, 250, согласуется с количеством людей, которые претендуют на постоянный вид на жительство? Да, программа рассчитана на всю семью. Вместе с основным заявителем может участвовать супруг или супруга, при этом это может быть, например, гражданский брак, да, но нужно подтвердить, что это семейный, да, что это семья, несмотря на незарегистрированный брак. Подтвердить как? Подтвердить, ну, например, бывают общие совместные дети, да, это одна история, если нет, то это могут быть совместные банковские счета, то есть, ну, нужно показать, что семья уже живет на протяжении нескольких лет вместе. Помимо супруги может участвовать ребенок, да, иждивенец любого возраста, не только там до 18 лет, и в принципе никаких ограничений нет. Ребенок или дети, простите? Дети, дети, дети. Дети с обоих сторон и со стороны основного заявителя и со стороны супруги-супруга, также это могут быть приемные. Единственное условие, которое соблюдает, должны соблюдаться, это финансовая зависимость. То есть, если у нас, да, иждивенец ребенок старше 18 лет, то нам надо подтвердить, что он финансово зависим от инвестора. И третья категория, которая участвует, это родители. Тоже родители со стороны основного инвестора и со стороны супруги или супруга. И единственное, что вот за них доплачивается по 5000 евро административный взнос. То есть, за супругу и за детей иждивенцев я ничего не доплачиваю, и вот эта вот сумма базовая, с которой я начинаю, это 5000 евро. Да, верно. Сумма – это возвратная или нет, если что-то случится? Нет, невозвратная, невозвратная. Это так называемая сумма за проверку. Сумма за проверку, окей. Но эта сумма входит в 30 тысяч. Да, да. Итак, когда я плачу остальные 25 тысяч? Остальные 25, точнее 24 500, да, вы платите после одобрения, после окончания проверки. То есть проверка закончилась, вынесли позитивное решение, вы платите 24 500. Хорошо. Теперь давайте о мальтийских ценных бумагах. Ценные бумаги – история такая непонятная. Мы сейчас ценных бумаг очень-очень побаиваемся. Они могут оказаться не очень ценными. Тем не менее, во что и как ты вкладываешь и в какой момент? Итак, что касается мальтийских ценных бумаг, как я сказала, эта инвестиция составляет 250 тысяч евро. Это инвестиция возвратная через 5 лет. То есть эти ценные бумаги необходимо хранить на своем счете на протяжении 5 лет, после чего их можно продать. Раньше это были только гособлигации, сейчас это могут быть и иные акции мальтийских компаний. Все эти ценные бумаги, которые котируются на мальтийской фондовой бирже. Соответственно, как мы можем здесь снизить эту сумму с 250? Мы можем ее снизить за счет опции финансирования. Финансирование предлагается и нашей компании совместно с различными брокерами. И это та опция, когда инвестор платит только одну треть от ценных бумаг. То есть, да, там это около 80 тысяч евро. Две трети финансируются, соответственно, организацией. Какой организацией? Еще разочек. Ну, брокером. Брокер финансирует эту сумму. Мы также предлагаем эту опцию. Эта процедура абсолютно законна. То есть даже в форме, да, при подаче документов инвестор ставит галочку, будет ли он прибегать к этой опции финансирования или нет. Минус заключается в том, что эта сумма невозвратная. То есть при финансировании, да, инвестор не получает эту сумму обратно. Ну и дивиденды, соответственно, не получает. Да, да, да. Значит, еще разочек. Ты можешь или заплатив там 250 тысяч евро плюс, ну, стать инвестором и рассчитывать на дивиденды, а потом вот эти акции или государственные, или каких-то компаний через пять лет продать, сохранить вправо на ПМЖ. Да, все верно, все верно, да. Через пять лет продал, продлился и проблем нет. Да, статус остается, конечно, да. Второй вариант, я вношу треть от этой суммы. Да. И тогда это, ну, как бы подарок государству Мальта, ну, и тому, или тому партнеру, который, собственно, вместе со мной, вместе с этим пути, поймет все обратно. Да, 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 все правильно. То есть тот, кто вас финансирует, они довносят необходимую сумму, да, при этом облигации или, там, ценные бумаги и другие покупаются на имя клиента, на имя инвестора, они хранятся на счете инвестора, необходимые документы о том, что он выполнил это условие, все эти документы предоставляются, да, и принимаются государством. И, да, здесь преимущество в том, что, например, у кого-то, там, сумма, да, инвестиции вложены в какие-то более доходные, да, моменты, в более доходные истории, ценные бумаги, и не хотелось бы вот сейчас вытаскивать эти деньги, несмотря на то, что они, может быть, есть. Соответственно, есть такая вот, да, возможность оплатить деньги. Это покупка, когда покупка самого этого постоянного вида нажилиста вот этой карточки, 80 тысяч евро. Когда ты платишь, когда ты платишь вот эти 250, когда ты должен купить эти акции? Уже после того, как тебя одобрили, ПМЖ? Да, да, все верно, и ценные бумаги тоже покупаются после одобрения. То есть, когда мы уже получили решение, мы тогда и, соответственно, инвестор выбирает, да, через кого купить. Я бы хотела отметить, что многие спрашивают, да, а как можно приобрести ценные бумаги, через кого. Здесь нет какого-то установленного списка, с кем нужно сотрудничать. Это должен быть просто лицензированная, да, брокер, либо это может быть банк, да, у кого-то, например, у некоторых клиентов их банки помогают, да, предоставляют эти услуги по покупке там ценных бумаг через биржи различные. Соответственно, это можно сделать через свой банк, можно открыть счет в Мальтийском банке. То есть вариантов много, как это можно сделать. Скажите, пожалуйста, вот чисто технически, как я это делаю? Ну, вы частично уже ответили на этот вопрос, но все-таки вот с покупкой. Я там выбираю, перевожу деньги, и там соответствующие документы в течение какого срока я это должен сделать. Куда я должен предоставить соответствующие документы? Угу. После того, как вы выбираете, как вы будете приобретать эти ценные бумаги, как правило, там, предположим, если это не ваш банк, да, это брокер, например, который находится на Мальте, да, лицензированный, как правило, все брокерские организации запрашивают какие-то документы, чтобы произвести свою проверку на благонадежность. У нас все эти документы есть, потому что мы только что прошли проверку благонадежности, да, по программе. Соответственно, мы все предоставляем, не трогаем инвестора. Инвестору не надо приезжать на Мальту для этого. И как только счет открыт, соответственно, он делает взнос, делает поручение на покупку ценных бумаг. Ценные бумаги у него оказываются на счете. Мы получаем от брокера необходимое подтверждение, да, контракт ноут, и вот то самое подтверждение, подтверждающий документ мы относим в агентство. В какой степени эти ценные бумаги действительно ценные? Да, вот, как раз Ирина спрашивает, ну, то есть, какой риск потерять или, наоборот, может быть, что-то заработать в течение этих пяти лет? Ну, что хочется сказать, что если, например, вы, ну, скажем так, не знаете, да, там, мальтийский рынок, да, то мне кажется... Скорее всего. Скорее всего, да. То есть здесь, мне кажется, довольно-таки разумная опция именно покупки, например, государственных облигаций, да, то, как это было с самого начала, и, например, государственные облигации тоже вот только, они предусмотрены по программе гражданства, поскольку, как я сказала с самого начала, экономика на Мальте достаточно стабильна, даже вот недавно вышла новость о том, что МВФ прогнозирует мальтийской экономике практически одно из самых быстрых восстановлений на территории еврозоны, да, уже в 2021 году, после того, как, ну, пандемия пойдет на спад, да, во второй половине 2020 года. Соответственно, вот по даже специалистам, по оценщикам МВФ, да, вот тоже прогнозируется хорошее восстановление. Ну, и поэтому государственные облигации Мальты, они, конечно, достаточно надежны, то есть очень маленькая вероятность того, что с ними что-то может произойти. Ну, смотрите, ваша коллега уже ответила в чате, доходность примерно 2% номинируется в евро, это если мы говорим именно о государственных бумагах. Да, доходность действительно такая, небольшая, но тут скорее это не вопрос получения какого-то большого дохода, да, хотя вы можете выбрать, например, какие-то акции, которые вы бы хотели вложиться, например, каких-то компаний. Гособлигация – это скорее более такой консервативный, стабильный, надежный способ вложения. Давайте теперь к третьему пункту перейдем, еще раз покажу его. Значит, ну, допустим, с административным сбором разобрались, там 5500 и 24500, с мальтийскими ценными бумагами, которые я должен приобрести уже после того, как одобрение получил, тоже относительно понятно, какие-то будут еще вопросы, обязательно на них ответим. И давайте теперь перейдем к вопросу с недвижимостью. Когда я должен эту недвижимость приобрести и что это должна быть за недвижимость? Итак, что касается недвижимости, покупка может быть от 270 тысяч евро, либо 320. Почему идет такая градация? Потому что программа говорит о том, что если вы покупаете на юге Мальты, то это 270 тысяч евро от 270. Если это центральная оставшаяся там северная Мальта, то это 320. Давайте я покажу карту еще разочек. Итак, вот у нас есть южный центральный регион, южный регион и есть... Южно-восточный, да. Вот ГОЦ и Север. Вот ГОЦ и Север это 320, да? Кстати, ГОЗа нет. ГОЗа тоже дешевле суммы инвестиций. ГОЗа приравнивается, да, к той же опции, как и ЮГ. То есть 270. То есть ГОЗа и ЮГ это 270, центр это 320. И это связано с чем? И связано с тем, что и ЮГ, и остров ГОЗа это менее развитые регионы. То есть там мало инфраструктуры, там, ну, скажем, да, не развита какая-то административная часть. В принципе, живет в основном местное население, да, и, ну, нет каких-то там компаний, да, куда бы приезжали работать, в том числе приезжие, какие-то высококвалифицированные кадры. Поэтому на ЮГ все-таки пониже стоимость, ну, и на ГОЗа тоже. На ГОЗа большинство мальтийцев имеют, кстати, свои виллы, дачи, как по-нашему, дачи. И они в пятницу уезжают на дачу на ГОЗа, в воскресенье возвращаются. То есть ГОЗа это такой дачный регион. Я могу купить один объект или могу несколько купить по этой программе? Вы можете, скажем так, вы можете купить несколько объектов, но эти объекты должны быть в этом случае располагаться на территории специального назначения. Вот мы можем, в принципе, показать слайд. Хорошо, давайте сейчас. Уточню вопрос буквально через минуту про объекты специального назначения и поговорим. То есть просто вы начали с покупки. Давайте пару слов просто про аренду. Значит, если покупка, то 270 или 320, а если аренда? А если аренда, то 10 или 12. 10 – это юг, и также остров ГОЗа от 12 тысяч евро в год – это оставшаяся Мальта. И, соответственно, это условие надо соблюдать на протяжении пяти лет. Окей. Менять я могу, то есть сначала купить, а потом понять, что мне объект этот неинтересен, взять какую-то другую в аренду, а вот тот, который купил, продать. Да, можете. Можете, опцию можно менять. Договор аренды можно расторгнуть по законодательству спустя, например, 6 месяцев, или спустя один год, в зависимости от того, какой это договор. Соответственно, если вы понимаете, что вам надоела эта квартира, или вы нашли какую-то получше, то можно ее поменять. Если вы понимаете, что не хотите больше арендовать, готовы что-то купить, также мы прекращаем договор аренды и заключаем договор купли-продажи. Окей. Давайте тогда, Виктория, теперь про вот этот деликатный момент, связанный с возможностью или невозможностью, во-первых, сдавать объекты в аренду или покупать несколько объектов. То, что вы сказали, вот эти объекты специального назначения. Сейчас я как раз... Ну, во-первых, давайте вот этот кадр посмотрим. Здесь в презентации у вас показано два разных примера. Вот, например, вправо вот есть некая уютная квартира в центре Мальты. То есть на юге Мальты, значит, 113 квадратных метров, 270 тысяч евро. Ну, соответственно, примерно там 2,5 тысячи евро за квадрат. Да, да. Такую квартиру можно купить, и ты, если купил такую квартиру, ты в ней должен проживать. То есть ты ее сдавать в аренду не можешь. Да, да, все верно. Эта квартира как раз-таки пример, да, самого низкого ценового порога. 270, да, то есть это она где-то на юге у нас расположена. Можно найти там дороже, но вот это такой минимум. При этом, как мы видим, площадь достаточно большая у этой недвижимости. Ну, и условно говоря, условно, ну, не в конкретном примере, вот эту квартиру я, в принципе, могу сдать и снять в аренду. Вот если я снял, арендовал, то тоже, пожалуйста, и заплатил сумму больше, чем 10, ну, или 12, в данном случае, тысяч евро в год, то тогда, собственно, это тоже есть основания для получения. Да, 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 абсолютно да, верно. У нас есть как клиенты те, которые, ну, в принципе, они приезжали раньше или приезжают сейчас и там уже рассматривают что-то для себя посложнее. Есть те, которые, вот, как я говорила, нет необходимости, да, приезжать. Соответственно, они пока не ориентируются в рынке вообще. И они говорят, ну, хорошо, если надо от 10 тысяч евро, да, по программе, тогда мы готовы арендовать, вот, например, за эту сумму, там, мы не можем сильно выйти там финансово, да. И тогда, да, то есть вот эта аренда 10 тысяч евро в год, это уже будет основанием выполнения условий. Окей. Ну, и давайте теперь про вот второй пример. Например, здесь, ну, площадь не намного больше, но цена уже принципиально иная. И вы называли этот пример инновационный комплекс в центре Мальты от миллиона евро и площадь от 149 квадратных метров. Что это такое и какие возможности есть здесь? Да, все верно. Если мы посмотрим на предыдущий слайд, да, то мы видим то, что из окна этой квартиры видна валетта, столица. То есть там очень хороший вид. Это вид на море, это вид на столицу. Сама квартира расположена в Слиме. Это как раз-таки вот северное побережье. И поскольку Мальта имеет такой достаточно витиватый берег, да, то очень часто, сидя как бы на одном берегу, ты видишь не просто бескрайнее море, а видишь, да, какую-то другую часть Мальты. Поэтому за счет вида и за счет локации и за счет того, что вот как раз-таки та квартира расположена вот в SDA-комплексе, о котором мы поговорим, такая стоимость. То есть в чем фишка SDA-комплекса? Это просто очень относительно шикарные, там роскошные, престижные жилые комплексы, жилые конгломераты какие-то. Да, значит, это первое. Они все достаточно, ну, это все элитные комплексы. Для того, чтобы комплекс попал под категорию SDA, получил этот статус, ему надо выполнить действительно ряд критериев и касательно территории, и касательно там инфраструктуры, пройти многочисленные проверки. То есть это немножко другое качество строительства, да, все же. Но почему именно цена, да, может быть, чуть выше? То есть это не всегда от миллиона, это может быть меньше где-то от 600 тысяч евро, наверное, начинается комплекс SDA. Конечно, преимущество в том, что можно покупать несколько объектов там, и, как я сказала, программа пользуется популярностью не только на российском рынке, но много очень граждан Китая приезжают на Мальту и, да, оформляют ПМЖ. Соответственно, вот эти комплексы, квартиры из комплексов SDA всегда есть возможность продать и сдавать, и инвестировать, да, в несколько. То есть и для себя, и для под сдачу в аренду. Значит, давайте еще разочек. Если я покупаю не в комплексе SDA, я покупаю обычную недвижимость, я должен купить один объект от 270 тысяч на окраинах, от 320 в центре. И здесь у меня... И этот объект я, ну, держу в собственности. Для собственного проживания, да. Могу, если что, продать его, но предварительно или купив что-то другое, или арендовав. Да, да, все верно. То есть не граждане Евросоюза имеют право покупки только одного объекта недвижимости на Мальте для собственного пользования. Ну, вот есть эти объекты SDA, и вот объекты SDA здесь история иная. Формально они тоже могут стоить, или вернее, должны стоить дороже 270 или дороже 320, но по факту они стоят сильно дороже просто за счет своего качества. Да, да, они стоят дороже за счет своего качества, за счет расположения, за счет упрощенной процедуры покупки, поскольку если на обычной Мальте, скажем так, при покупке надо пройти проверку у нотариуса, то есть это процесс покупки, да, всегда длится где-то 4, там, может быть, 5 месяцев, да, это заключается в предварительный договор купли-продажи, да, через несколько месяцев, когда объект проходит проверку, у нотариуса окончательный, то квартиры в SDA приобретаются гораздо быстрее. То есть упрощенная процедура покупки, место расположения и возможность иметь сразу несколько объектов для неграждан Евросоюза. И вот во втором случае, я хочу еще раз повторить, если у меня есть несколько объектов, я в одном должен жить, а остальные могу сдавать, или вообще все могу сдавать? Да, можете сдавать, да, можете сдавать все эти объекты, да. Вот был вопрос, кстати, рекомендую, если кто-то хочет, чтобы информация отдельно пришла, то есть мы, безусловно, и так ее разошлем от компании Мигрант Инвест, и компания тоже вам пришлет, но если какая-то особая информация нужна, пожалуйста, обращайтесь, вот информация, контактные данные с компанией Мигрант Инвест у вас на экране. Итак, возвращаясь все-таки к недвижимости, если я хочу, ну, немножко на недвижимости еще заработать, я могу купить, ну, какой-то объект, там, не езди, то есть не особо, могу купить что-то более, что-то более вычеркное. На какие здесь доходы и, наоборот, расходы я должен закладываться с учетом ситуации последних лет? Арендный доход, да, что касается арендного дохода, то он составляет, как правило, от 5 до 8% любой недвижимости, я не говорю сейчас только про SDA, в принципе, сдача в аренду может приносить до 8% дохода. Что касается роста недвижимости, то она действительно постоянно растет в цене, ну, прирост где-то там 2-3% ежегодно. Если мы говорим про объекты SDA на этапе строительства, да, которые вот сейчас только строятся или вот достраиваются, есть такие, то там можно рассчитывать на рост там 7-8% в год. Что касается ваших личных затрат, когда вы покупаете недвижимость, вы платите только 5% налога, это так называемый stamp duty, да, налог на недвижимость, и вы платите за сделку нотариусу от 1 до 2%. То есть это все расходы. Неважно, как вы ищете через... Недвижимость я могу купить удаленно. Вы можете, если предварительно была сделана доверенность на вашего представителя, который будет подписывать сделку у нотариуса. И еще вот вопрос был, то есть еще раз очень хотелось бы уточнить. Значит, вот я являюсь 5 лет собственником или арендатором некой недвижимости. Через 5 лет после получения первого ПМЖ я получаю второй ПМЖ. Ну, то есть я продлеваю ее. Продлеваете, да, продлеваете карту. Я его продлеваю. Вместе со мной продлевают родственники, продлевают дети. Кстати, об этом еще отдельный вопрос сейчас у меня будет. Но через 5 лет я уже собственником могу не являться. Я могу, получив этот ПМЖ, недвижимость себе продать, и никаких проблем не будет. Что касается наличия недвижимости у вас в собственности или в аренде, через 5 лет вы можете продать эту квартиру, которую купили как инвестицию по этой сумме 270 или 320. Но, тем не менее, вам необходимо сохранять какой-то адрес проживания на Мальте даже через 5 лет. Это связано с тем, что вид на жительство в Европе всегда привязан к адресу. То есть по общеевропейским правилам Евросоюза невозможно иметь вид на жительство, при этом не быть зарегистрированным, скажем так, в той или иной стране. Но в этом случае у вас нет никаких требований по сумме. Да, все правильно. Вот требований по сумме нет. Скажем так, недвижимость начинается по сумме где-то от 150 тысяч евро на Мальте. То есть вы можете купить что-то дешевле или арендовать совсем что-то дешевое. То есть уже вот этих верхней, точнее нижней планки инвестиций, ее нет через 5 лет. Но недвижимость должна у вас быть. Именно поэтому у нас многие клиенты как раз-таки спустя 2-3 года выбирают что-то все-таки приобрести для себя, поскольку им это выгоднее, чем постоянно арендовать и поддерживать, скажем так, вот этот адрес проживания на Мальте. Если мы говорим о продлении вот через 5 лет, ну, дети растут, они были зависимы финансово 5 лет назад от тебя, сейчас они уже не финансово зависимы. Вот процедура продления, она требует от тебя предоставления, по сути, тех же самых документов на людей. Нет, 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 нет. Никакие документы уже предоставлять не нужно. Конечно, продлевается статус всем тем, кто его изначально получил. Даже если они уже не являются финансово зависимыми, например. Да, все верно, да. Конечно же, дети растут, выходят замуж, женятся, да, и там им заводятся семьями. Ну, то есть при этом не утрачивается статус ПМЖ. Виктория, давайте теперь коснемся вопросов, связанных с процедурой. С процедурой, с чего начинаем, как действуем дальше, особенно в текущих условиях, когда все очень сильно ограничены в возможностях собрать документы и так далее. Пожалуйста. Процесс начинается с того, да, процесс начинается с того, что мы собираем с вами документы, которые нужны нам... Точнее, давайте так, мы начинаем с того, что мы проводим нашу предварительную проверку, да, еще до заключения договора, уже сказала об этом в начале, и на гражданство Мальта, и на ПМЖ Мальта. Есть проверка due diligence, которую проводит правительство, поэтому действительно важно нам понять, с кем мы будем дальше работать, сможете ли вы пройти эту проверку или нет, чтобы минимизировать риск отказа, как я сказала. Если по итогам нашей предварительной проверки мы понимаем, что проблем не возникнет, то мы подписываем, соответственно, там контракт и начинаем сбор документов. Собираем все личные документы в виде заверенных копий и собираем те документы, которые подтверждают ваши доходы и ваше благосостояние. Здесь что можно отметить? Что если, как правило, те документы, которые подтверждают там ваше... Ну, свидетельство о рождении, да, там какие-то дипломы, что-то еще, это не возникает вопросов, то обычно у нас спрашивают, вот как подтвердить свои доходы. Во-первых, мы помним о том, что на Мальте, по ПМЖ Мальте, есть правило подтвердить 100 тысяч евро доход или 500 тысяч евро капитал, и, соответственно, инвестор может выбрать подтвердить одно или второе. Но независимо от того, что он выберет, мы все-таки рекомендуем доходы показывать всегда, подтверждать наиболее полно. Что это значит? Что мы пишем историю благосостояния, мы пишем детальные CV клиента, где мы рассказываем хронологию заработка средств, там, развитие бизнеса, разъяснение об источниках заработка на ранних этапах жизни по сегодняшний день. И можем сказать из практики, действительно, что это, ну, приносит свои позитивные плоды. У нас был кейс, когда бизнес-партнеры подавали заявление одновременно через нашу компанию, да, один бизнес-партнер, второй не через нас, и наш клиент был одобрен быстрее как раз-таки за счет того, что было предоставлено много информации, которые поясняли его происхождение средств. В то время как у его друга, скажем так, пришли запросы в период рассмотрения, запросы касательно того, там, что происходило, да, там, 10 лет назад, ну, и там еще ряд моментов по его бизнесу. Поэтому мы, конечно, всегда стараемся, ну, скажем так, полно и адекватно собрать вот эти вот документы, которые подтвердили все источники дохода. Если... Да, пожалуйста, продолжите. Если, ну, если инвестор понимает, что у него нет, он не может соблюсти критерии подтверждения 100 тысяч евро доходов, тогда без проблем мы подтверждаем накопленный капитал 500 тысяч евро. Что здесь может быть? Здесь капитал подтверждаем и недвижимостью, которая оформлена на имя собственника, на имя клиента, точнее, и ценные бумаги, конечно же, это, там, обычные денежные средства, депозиты, это могут быть какие-то коллекции, чего-то очень стоящего, да. Окей. Скажите, пожалуйста, вот есть проверка на гражданство Мальты, и мы говорили о том, что весьма серьезно мальтийцы к этому подходят, и, в общем, число отказов, в принципе, по стране довольно велико, скажем, гораздо серьезнее, чем на Кипре, об этом мы с вами две недели назад говорили. А есть вот эта история, связанная с постоянным видом на жительство. Все-таки в чем история с постоянным видом на жительство проще с точки зрения проверки, потому что, ну, все-таки условия-то должны быть немножко иные. И страна предоставляет меньше. Да, проверка отличается действительно в том смысле, что не требуется раскрывать все, все свои, скажем так, активы, доходы, то есть если на гражданство, да, мы раскрываем все, и как раз-таки там государство говорит о том, что нет какого-то минимума, который вам надо раскрыть, да, один или два миллиона, пожалуйста, предоставьте, как можно более полную информацию о вас. То здесь нам четко говорят, что доход надо подтвердить 100 тысяч евро, капитал 500 тысяч. То есть, конечно же, в этом смысле проверка, она облегченная. Нам не требуется запрашивать столько документов, да, например, как на гражданство. Вот, поэтому, конечно, проще, да. Вы запросили документы. Вы, ну, получили их, вы посмотрели и поняли, что человек, в общем, вполне может претендовать и шансы на получение его, ну, великие или, там, допустим, близких 100%, если здесь можно давать подобного рода гарантии. Что происходит дальше? После того, как мы собрали все документы, мы их сдаем в агентство, в правительство. Агентство, я называю тот госорган, который уполномочен принимать это все по программе. И правительство в течение нескольких дней регистрирует ваше заявление и выставляет счет на 5500 евро. Регистрация происходит в течение нескольких дней сейчас за счет того, что документы сдаются, скажем так, в приемную этого госучреждения, да, там из-за пандемии, да, из-за непередачи вирусов, да, документы, скажем так, отстаиваются несколько дней. И уже через там три дня сотрудник может их принять и, соответственно, проверить комплектность и зарегистрировать подачу на ПМЖ. Вы платите 5500 евро, и как только вы их оплачиваете, начинается проверка, которая длится уже несколько месяцев. После этого, ну, в течение этих месяцев, да, ты уже должен, ну, должен приехать на Мальту, когда ты впервые на Мальте должен оказаться? Нет, к этому моменту не надо приезжать на Мальту. Все делаем удаленно. И в течение проверки тоже приезжать не надо. Никаких требований нет. Первый раз, когда надо приехать, это уже на получение карты ПМЖ. Точнее, не на получение, а на биометрию, на сдачу биометрии. Но биометрию ты сдаешь уже после того, как ты получил одобрение. Да, да, да. После того, как получил одобрение и выполнил все инвестиции. Окей, значит, ты получил одобрение, допустим, там через несколько месяцев, после этого начинается история с инвестициями. Ну, про инвестиции вы сказали, значит, ты решаешь вопрос оплаты вот еще 24500 евро. Ты вкладываешь 250 или 1 треть от этого в ценные бумаги через брокера. И, наконец, третья история, ты решаешь вопрос с квартирой. То есть ты показываешь, ребят, вот мой адрес, и этот адрес удовлетворяет или критерию цены, если ты покупаешь, большину, там 270 или 320, или ты говоришь, вот, ребят, я вот эту квартиру арендую, вот мои документы. Да, все верно, да. И предоставляется договор аренды. После этого ты приезжаешь на май. А, Филипп, я не сказала, такой маленький момент, ну, насколько он, конечно, важен. Страховку. Мы также оформляем страховку, да, ее нужно оформить по требованиям программы после одобрения. Это просто не, ну, скажем так, недорого, да, недорого, поэтому не упомянула. Это какая-то особая страховка, или это достаточно, просто, ну, какой-то минимальной страховки, ну, которая у тебя есть, просто потому что ты приехал, ну, чтобы визу мальтийскую получить, или визу Евросоюза, ты все равно страховку должен предоставить. Это, смотрите, в основном у нас у всех есть страховка туристическая, да, которая действует 90 дней в полгода, когда мы куда-то ездим, мы постоянно оформляем вот различного вида страховки, нам предлагают, и они у нас остаются. Это другая в том смысле, что она должна действовать круглый год, она должна действовать 365 дней, и она должна действовать по всему Евросоюзу. И вот такая страховка, она действительно мало у кого оформлена. То есть сначала нам говорят, что у меня уже есть, мы смотрим на документы, выясняется, что это всего лишь, к сожалению, туристическая страховка, да, и не подходит. Поэтому для оформления страховки не надо приезжать на Мальту, тоже удаленно все делаем. Скажите, значит, предположим, решен вопрос с всеми платежами. Отлично. Теперь я могу приезжать с биометрией. Да. Что происходит в этот момент? Насколько долгий это процесс? И кроме биометрии, что еще? Все документы уже собраны, или вот какой дальше шаг? Когда мы все документы, подтверждающие выполнение инвестиций, сдали в агентство, мы ждем от него, скажем так, финального одобрения, приглашения на биометрию, да, чтобы агентство убедилось, что мы действительно все исполнили на необходимую сумму. И когда уже получаем приглашение на биометрию, уже сам клиент, сам заявитель, он выбирает, когда ему хотелось бы приехать на биометрию. Нужен всего лишь один рабочий день. То есть удобно ли ему сейчас, вот сразу, как только он на радостях, да, получил приглашение, либо у него сейчас дела, и он хочет приехать через месяц, правительство будет дожидаться его, нету каких-то дедлайнов, что вот ему надо сейчас сорваться и прилететь срочно. То есть он выбирает сам дату. Соответственно, мы эту дату подтверждаем. Это нужен действительно реально один день. То есть вот там вечером прилетел, на следующее утро сдал биометрию, и можешь после обеда улетать обратно. Но можешь и остаться в школе хочешь. Можешь и остаться, да, конечно, да. А мы уже сами потом получаем карточку ПМЖ, и эту карту отправляем на адрес. То есть карту мы, как лицензированный агент, получаем без клиента, без присутствия клиента. Не надо второй раз приезжать, чтобы ее забирать. Скажите тогда еще, пожалуйста, вот после того, как все, биометрия сдана, сколько мне ждать вот этой... Карта, ну да, карта изготавливается, как правило, там, ну, в течение, там, трех недель. Это может быть дольше за счет того, что вот у нас сейчас, да, немножко дольше, поскольку, в принципе, ну, да, все действительно работает, но мы знаем, да, что вот текущие условия накладывают какие-то свои отпечатки, конечно же, и, да, немножечко все более затянуто. Но, в принципе, в течение месяца после сдачи биометрии карты уже получены. Скажите, чисто физически, когда я становлюсь, ну, резидентом с ПМЖ? В тот момент, когда я карточку получил или в тот момент, когда у меня одобрение уже есть? Вы становитесь резидентом, когда вы получили сертификат. Помните, я вам говорила, что сертификат вы получаете вместе с картами, сертификат о регистрации, который подтверждает ваш статус на всю жизнь. Вот в дополнение к этим картам, поскольку карты, они все-таки меняются, да, они могут потеряться, еще что-то, то вот этот сертификат, он как раз-таки говорит о том, что все, вы, скажем так, резидент, не налоговый, а в смысле... Ну, так вот, да, имеете вот этот статус ПМЖ. Давайте смотреть дальше. Вот эта карточка получена, и после этого, ну, считаем, что все, все задачи, условия более-менее выполнены. Да, да, когда у вас уже на руках карты, то далее, скажем так, вы спокойно с ними живете, ничего там, да, от вас не требуется. Мы, как агенты, наоборот, должны каждый год в течение первых пяти лет подтверждать соблюдение вами всех условий, да, то, что у вас и облигации все еще в собственности, да, и недвижимость у вас арендована, и вы все продолжаете исполнять. Мы эти даты отслеживаем, то есть каждый год после получения карт первые пять лет мы подаем в агентство уведомление о том, что вы все соблюдаете, вы подписываете форму, мы вам пришлем, да, нужную форму, которую вам надо будет подписать, где вы все это подтверждаете, вот, и мы это сдаем. Ну, от вас, как бы, как, например, да, от клиента не требуется, там, для этого приезжать сюда, что-то там, да, идти в правительство, занимать очереди. Скажите, как обладатель ПМЖ в течение пяти лет, какие у меня есть права и какие у меня есть обязанности перед государством, где я могу находиться, что я могу делать, чего я делать не могу? У вас есть право пребывать, как я сказала, на Мальте постоянно, неограниченное количество времени, и у вас есть право путешествовать, ездить по странам Шенгена и пребывать там до девяносто дней в полгода. Это распространяется и на всех заявителей. Соответственно, дети, да, дети могут учиться в школах, есть частные школы на Мальте, да, которые дети с этим ПМЖ Мальты могут посещать, и, в принципе, это очень хорошие частные школы. Что касается, например, самого инвестора, там, супруги, они могут открыть бизнес на Мальте, могут работать, но единственное, если они захотят, например, куда-то именно трудоустроиться, в какую-то компанию, надо будет получить дополнительное разрешение на работу. То есть... А в той стране? Или где? И на Мальте тоже, и на Мальте, и на Мальте, да, и на Мальте. То есть, сам по себе разрешение на работу не дает, вот сам по себе? Да, да, сам по себе разрешение на работу не дает, сам по себе. Вы также можете пользоваться всеми медицинскими услугами, ну, здесь также система здравоохранения устроена так, что есть частные клиники, есть государственные. Ну, опять же, да, у вас по страховке вы можете воспользоваться любой клиникой и на Мальте, и в Европе. Вот это, пожалуй, основные права. Если мы говорим все-таки принципиальное отличие ПМЖ от ВНЖ, оно, по сути, одно, это срок. То есть ВНЖ ты должен продлевать более регулярно, а ПМЖ раз в пять лет, ну, более-менее. Да, да, и вот на самом деле я хотела бы сказать еще о таком преимуществе, что все-таки не нужно проживать, да, вы можете проживать на Мальте, но это не требуется, вы можете дальше оставаться в России, да, заниматься бизнесом или там где-либо еще. То есть, чтобы поддерживать статус, не надо нигде проживать 183 дня, и за счет этого не надо становиться налоговым резидентом этой страны, потому что у нас вот действительно различные кейсы, кто получает ПМЖ, часто это бывают даже пары пенсионного возраста для себя, просто потому что у них уже, они себе заработали на доме там в Германии, у них есть вилла в Германии, они туда ездят, но для того, чтобы им туда ездить, как бы, скажем, не по визе каждый раз, да, и не получать ВНЖ, потому что как только ты получил ВНЖ Германии, да, тебе там надо постоянно проживать, становишься налоговым резидентом и так далее, все это подтягивается, то вот они туда ездят с мальтийским ПМЖ, и, соответственно, там, ну... Ну, как раз об этом я и хотел сказать, давайте немножко расширим тогда ваш ответ все-таки. Для кого ПМЖ Мальты – это самый оптимальный вариант? Потому что вот мы с вами и с вашими коллегами, точнее, несколько недель назад разговаривали о Карибах, да, там и о карибских программах, кстати, кому интересно, я думаю, что мы сейчас ссылочку кинем и на материал о Карибах, да, который у нас был. Мы с вами говорили о гражданстве, то есть карибские истории, там, от 100 тысяч долларов, здесь 250 плюс, есть многомиллионные истории. А если мы идем с обратной стороны, не от возможностей, а от целей, вот для кого программа ПМЖ Мальта – это вот самое то? Самое то для тех, у кого есть уже необходимая сумма, да, от 125 тысяч евро, почему я сказала 125, не 250, потому что мы знаем про опцию финансирования, да? Да. Это те, кто хотел бы получить европейский статус, но, например, и в идеале, например, гражданство, но пока нет необходимых инвестиций на гражданство, то есть ПМЖ – это промежуточный статус. И те, кто, скажем, хочет наиболее легко и просто въезжать в Шенген, въезжать в любую страну Шенгена тогда, когда ему захочется. У нас есть семьи с детьми подросткового возраста, которые, например, в поиске себя и ищут зарубежные вузы, ну, многие, на самом деле, хотят попробовать, да, либо после бакалавриата поучиться где-то в магистратуре в европейском вузе, либо, например, после школы куда-то поступить. И мы действительно знаем, что это не очень просто сделать, сидя в своей стране, без какого-либо статуса, да. То есть это нужно все подбирать онлайн, потом получать визу, приезжать, да, уезжать обратно, и когда ты уже куда-то поступил, въезжать по визиде через консульство. То есть консульство тебя одобряет и так далее. Дальше идет все по цепочке. С ПМЖ вот у нас была семья, где, то есть подросткового возраста, две дочери, одна закончила бакалавриат, другая школу. Они спокойно путешествовали по Европе, и, скажем так, их ничего не смущало в плане сроков, когда им надо уезжать обратно в Россию, да, чтобы не нарушить визовый режим. То есть вот сейчас уточнение, вот если я правильно помню, то гражданство Карибов – это все равно полгода, 90 дней в полгода. Да, гражданство Карибов 90 дней в полгода в Шенгене, на Мальте также, но на Мальте есть свободное проживание на самой Мальте. А ПМЖ мальтийское, ну, формально на Мальте я могу находиться сколь угодно долго, просто, ну, если я нахожусь больше 180 дней, это уже вопрос моего налогового резидентства, и это, ну, он такой более сложный. Ну да, я как раз сказала, что вот на Мальте, с ПМЖ Мальты можно на Мальте постоянно пребывать. Ну, да, чтобы стать налоговым резидентом, это нужно, как бы, еще там ряд, да, условий надо, да, здесь и постоянно проживать, и, там, ну, иметь, как бы, эту страну местом своего, действительно, резидентства. Давайте представим, что… Своих жизненных интересов. Давайте представим, что действительно есть, ну, заявитель, соискатель, которому интересно получить ПМЖ Мальты, но он начинает с чистого листа, в том смысле, что, нет, деньги-то он нужны, и, слава богу, уже заработал, да, но, по крайней мере, он никаких шагов по сбору документов не делал, ничего. От того момента, вот, от сегодняшнего дня, от 22 апреля, реально в текущих условиях, что можно сделать, что нельзя, и когда эта процедура, ну, сейчас закончится? Что касается вот самой процедуры, смотрите, ничего не изменилось, то есть мы все так же собираем документы, сдаем, и с сегодняшнего дня, ну, сложно предсказать, да, потому что бывают длиннее проверки, бывают короче. Средний срок. Средний срок рассмотрения где-то около, там, 5-6 месяцев, вот, средний срок рассмотрения, ну, плюс еще, да, мы собираем документы, ну, и после одобрения уже выполнить все достаточно быстро, там, мы укладываемся буквально за несколько недель. Через, там, полгода, через 7, через 7-8 месяцев вы получаете, да, вы получаете карту ПМЖ, за которой надо приехать, да, на биометрию. И вот здесь как раз-таки уже, ну, вряд ли будут границы закрыты так долго, да, ну, то есть это будет какая-то другая реальность. Поэтому вот в отличие, например, от гражданства Мальты, да, где вот первым этапом является получение ПМЖ, здесь у нас никаких абсолютно препятствий нет. То есть мы действуем по плану, по графику, и только спустя, да, вот этот вот срок нам надо будет приехать сдать биометрию. И, кстати, плюс тоже по сравнению с Португалией, где, например, надо приехать, либо удаленно выбрать недвижимость, здесь пока ничего, никакую недвижимость удаленно не надо выбирать. Это уже следующая история после одобрения, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, если мы говорим о возможных изменениях, ну, о всех программах сейчас говорят, то будут упрощать, то будут усложнять. На ваш взгляд, что может в ближайшее время измениться, и есть ли на Мальте какие-то по программе ПМЖ какие-то ограничения? Потому что, например, по гражданству там есть просто определенное количество заявителей, которые могут это гражданство получить. Что с постоянным видом на жительство? Квоты на программу ПМЖ Мальты нет. Программа не квотируется. Заявителей достаточно много из стран постсоветского пространства и из Китая. Действительно большой поток, но при этом пока программа никак не квотируется, и, то есть, мы свободно можем, да, говорить о том, что вот те, кто сейчас хотят поддаваться, они могут. Ну, вот, прошу, вы не хотите, я не думаю, что такие цифры, хотя, возможно, ваши коллеги сейчас ответят с точностью до одного. Ну, да, если мы говорим о программе гражданства, то, да, 100, чуть больше 100 заявителей в год получили ее, но, правда, понятное дело, что данные приходят с некой задержкой, да, то есть, там, данные за весь 19-й. Да, конечно. Вот пока их у нас даже, по-моему, не было, хотя, может, или появились не так давно, надо посмотреть. В любом случае, я думаю, что если они, если мы сейчас их отыщем, они, по-моему, где-то у нас все-таки были, и вы нам, по-моему, их предоставляли. Ну, официально... Мы их опубликуем. У нас... Официальная статистика, да, появляется время от времени на сайте правительства, вот, но надо проверить, сколько сейчас, я не могу... А, ну, это прошлый год, по-моему, что-то 115 или 120 остальных, но это по гражданству. По ПМЖ, там еще важно считать, что с... По гражданству примерно где-то, ну, может быть, от 100 до 200 человек, не человек, а инвесторов. Инвесторов. Инвесторов, да, семейных. Значит, ну, еще раз говорю, вот мы будем, когда делать материал, я думаю, что он завтра или послезавтра уже на прионе появится, и мы как раз всю статистику, которую она есть, соберем, ссылки вышлем, соответственно, можно будет... Да, да. Ну, что ж, давайте тогда подводить итоги, я еще раз, во-первых, прошу, ну, а, контакты компании, они вот находятся просто в нашем чате на самом верху, так что связаться с компанией все желающие могут в ближайшее время. Виктория, давайте тогда все-таки еще раз подведем базовый итог. Предположим, что вам и нам сейчас нужно еще раз все, что мы говорили в течение часа, представить за полторы минуты. Основные параметры программы Мальты, которые важно понимать. Давайте, да. Ну, еще раз о нашей компании. Я видела вопросы, да, касающиеся того, как мы работаем, чем мы отличаемся. Я могу с уверенностью сказать, что мы отличаемся нашими специалистами и нашими различными отделами. Это и отдел compliance, и отдел, про который я, кстати, забыла упомянуть, по работе с недвижимостью, где у нас специалисты занимаются только исключительно тем, что они подбирают недвижимость, да, и здесь это тоже актуально. У нас юридические офисы, да, юридические отделы есть тоже во всех странах, во всех офисах, где мы представлены. Соответственно, мы можем действительно очень, ну, профессионально вам и оказать и консультирование, и помочь по всем дополнительным вопросам, и по сбору документов, в общем-то, и не только. У нас есть лицензия, наши все лицензии вы можете видеть, да, вы можете также зайти на официальный сайт и увидеть их, поэтому мы работаем напрямую. Ну, и что касается программы, я считаю, что ее действительно одно из больших преимуществ – это небольшая стоимость, учитывая, что такие инвестиции, как в ценной бумаге, это все-таки возвратная инвестиция, поэтому невозвратные инвестиции, они получаются совсем-совсем низкими, да, а при этом вы получаете вид на жительство сразу на 5 лет с возможностью въезда в Шенген, когда вам угодно, да, пребывать там до 90 дней в полгода и при этом без необходимости постоянно где-то пребывать, да, и доказывать, да, вот свое право на продление. Вот вопрос пришел, если один из детей имеет инвалидность, каким-то образом это влияет на решение по получению ПМЖ? Смотрите, это влияет, то есть в законе прописано, что наоборот как раз-таки дети-инвалиды могут получить ПМЖ, и, ну… Ну, то есть в позитивную сторону. Позитивно, да, в позитивную сторону, да, поэтому это никак негативно точно не влияет, скорее, да, позитивно. А не подскажете, Тарат, все-таки вот такой момент, вот есть заявитель, который присылает вам документы и говорит, я хочу претендовать на программу гражданства Мальты. Вы смотрите и говорите, нет, не пойдет, причину не касаемся сейчас, ну, не пойдет. Он говорит, хорошо, а если я хочу иметь постоянный вид на жительство на Мальте, может ли быть такой случай, что гражданству не получится, а ПМЖ, пожалуйста, что это такое будет? Ну, конечно, такое может быть, то есть все может быть. Ну, что это может быть? Во-первых, это может быть невозможность, там, подтвердить средства, да, например, то есть мы знаем, что все средства, они должны быть у нас подтверждены, да, они должны идти из официальных источников и так далее, да, то есть программа гражданства, она дороже, ПМЖ дешевле, да, то есть уже, как бы. Ну, в остальном тоже надо смотреть на, ну, что это было, да, что это за условия, которые нам не позволяют... Варианты теоретически, такие варианты представить можно, ну, один пример вы привели, это связано вот именно с финансовой историей. Да, 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 возможно, и возможно, когда на другие программы переориентируем, да, потому что мы знаем, что вот та или иная программа, она лояльно относится, там, да, вот, предположим, к статусу ПЭП, да, мы знаем, что на Кипре, да, в определенных случаях принимаются статусом ПЭП людей, да, а на Мальте нет, да, но, опять же, зависит от обстоятельств, то есть надо рассматривать все индивидуально. Окей. Ну, что ж, дорогие друзья, с толком и пользой, надеюсь, провели последние 1 час 6 минут. Я хочу еще раз сказать, да, в ближайшее время на портале и на YouTube-канале нашем портала Прианру будет опубликован отчет о этом вебинаре, будет опубликован материал. Если не хотите ждать и какие-то дополнительные вопросы вас интересуют, контакты компании Emigrant Invest есть. С удовольствием хочу пригласить вас и на следующие наши вебинары, и посмотреть те вебинары, которые мы с компанией Emigrant Invest уже сделали, ссылки в нашем чате есть. Ну, и я думаю, сейчас мы разместим просто ссылку на страницу нашу на портале прианру.ru.ru, где, собственно, и, с одной стороны, есть и отчет, и участие, и информация о том, что мы уже, в частности, с компанией Emigrant Invest за последнее время сделали. Будем еще встречаться. Следующий наш вебинар будет уже завтра, и на следующей неделе мы три вебинара проводим. В общем, жизнь продолжается. Виктория, спасибо вам огромное. Ну, и тогда последнее слово от вас, и будем уже до свиданекаться. Спасибо большое за вебинар, спасибо за возможность тоже пряну рассказать побольше о нашей компании, еще раз рассказать о наших услугах, вообще, в принципе, рассказать о программе, потому что программ сейчас много, и все они работают по-разному в период эпидемии. Вот, надеюсь, что мы постарались как-то расставить точки над «и» сегодня. Безусловно, дополнительные вопросы еще будут, но мы в материале их отразим. Ну, а что вы захотите еще раз послушать и увидеть Викторию пусть и заочно, смотрите YouTube. Виктория Атанасова, компания Emigrant Invest, Филипп Березин, портал Прян.ру, недвижимость за рубежом. Спасибо за оценку нашего труда. До встречи, и всем главное здоровье. Сейчас это самое главное пожелание. До свидания. Спасибо, спасибо.